Урок 6. Виды размеров и панель инструментов. В разных странах и разных областях проектирования существуют различные стандарты и требования по нанесению и начертанию размеров. Нам необходимо создать свой размерный стиль, удовлетворяющий требованиям ЕСКД. Формат. Размерные стили. Кнопка «Редактировать». Вкладка «Линии». Содержит настройки размерных и выносных линий. По требованиям ГОСТа ЕСКД удлинение заразмерной должно быть около 2 мм. Если нам нужно поставить размеры как базовые, то есть нам нужно задать расстояние между параллельными размерными линиями. Это расстояние должно быть от 8 до 10 мм. Поставим 8 мм. Вкладка «Символы и стрелки». Содержит настройки стрелок, символок и маркеров центра. Размерные линии заканчиваются за украшенной замкнутой линией. Величина этой стрелочки должна быть не менее 5 мм. Вкладка «Текст». Содержит настройки внешнего вида и размещение надписей, используемых в размере. Изменим высоту текста на 3 мм. Чтобы цифры не опирались на размерную линию, а были приподняты над ней, отступ от размерной линии поставим единичку. Чтобы радиусы и диаметры были расположены не вдоль размерной линии, а на полочке, нужно выбрать согласно ИСО. Все изменения, которые мы вносили, они отражаются вот в этом окне. Следующая вкладка «Размещение». Здесь задаются параметры размещения стрелок и размерных надписей в стесненных местах чертежа. То есть в тех местах, где присутствует большое количество построений, и разместить текст в обычном месте не получается. Вкладка «Основные единицы». Содержит настройки формата представления основных единиц для линейных и угловых размеров. Здесь мы изменим точность линейных размеров до целого числа. Вкладка «Альтернативные единицы» служит для задания формата альтернативных единиц, которые могут использоваться вместо основных. Все изменения мы внесли, нажимаем клавишу «Ок». В автокаде можно создавать несколько вариантов одного и того же размерного стиля, отличающихся несколькими мелкими деталями. Создание нового стиля всегда производится уже на основе основного, одного из предыдущих. И даже создание нашего перворазмерного стиля мы производили на основе стандартного размера стиля, установленного в автокаде по умолчанию. Нажимаем клавишу «Установить» и «Закрыть». Теперь посмотрим, как же на примере деталей, нарисованных, заготовленных заранее, можно проставить размеры. Например, линейный размер. Размеры линейный. В командной строке появляется надпись «Начало первой выносной линии». Показываем точку, от которой пойдет первая выносная линия. И в командной строке появляется следующая надпись «Начало второй выносной линии». Показываем вторую выносную линию. Затем появляется надпись «Положение размерной линии», то есть где будет размещаться наш текст размерный и размерная стрелочка. Показываем направление и можем задать расстояние от контура детали до размерной линии, например, 10 мм. Ровно на расстоянии 10 мм будет расположен наш размер проставиться. Еще раз. Размеры линейный. Показываем начало первой выносной линии, начало второй выносной линии. При простановке закрепления размера мы можем ориентироваться или на сетку. Мы знаем, что расстояние между точками узлами сетки 10 мм по умолчанию. Или задав расстояние. Мы поставили горизонтальные размеры. Точно так же можно проставить и вертикальные размеры. То есть линейный размер. Показываем начало первой выносной линии, начало второй выносной линии. Показываем сторону смещения и задаем величину смещения. Если размеры нам нужно поставить как базовые, то есть левая сторона детали будет являться базой для простановки размеров. Первый размер мы проставляем как линейный. Показываем первую выносную линию, вторую выносную линию и положение размерной линии. А затем выбираем опцию базовой. И в командной строке нас спрашивают начало второй выносной линии. Показываем вторую выносную линию. И опять запрос о второй выносной линии. Расставили размеры. Эти размеры, размерные линии располагаются на одинаковом расстоянии, который мы задали. Шаг в базовых размерах 8 мм. Если нам нужно поставить размеры в виде цепи, так размеры проставляются на строительных чертежах. Первый размер точно так же мы выбираем сначала как линейный. Показываем начало первой выносной линии, начало второй выносной линии и положение размерной линии. Затем выбираем опцию цепь и в командной строке запрос о второй выносной линии. Показываем вторую выносную линию и опять запрос о следующей второй выносной линии. То есть все размеры расставлены на одной линии. Не нужно повторять первую выносную линию, а идет запрос только о второй выносной линии. Но еще раз повторяю, в виде замкнутой цепи размеры проставляются только на строительных чертежах. Но на строительных чертежах размеры заканчиваются размерными засечками. Но об этом мы поговорим немножечко попозже, когда будем рассматривать строительные чертежи. Если нам нужно поставить размеры диаметра окружности, размеры, диаметр, в командной строке появляется запрос «Выберите дугу или круг». Выбираем нашу окружность и показываем, как должна быть расположена наш размер, размерный текст. И закрепляем положение размерной линии. Если нам нужно поставить на окружности линейный размер, размеры линейный, мы показываем начало первой выносной линии, начало второй выносной линии. В командной строке появляется надпись с несколькими опциями, в том числе есть опция «Текст». Все опции выбираются нажатием правой кнопки мыши. Выбираем опцию «Текст». И теперь мы можем набрать размерный текст. То есть нам нужно перед цифрой 40 нарисовать значок диаметра. Чтобы нарисовать значок диаметра, существуют символы. Процент, процент и С – латинская буква. В английской раскладке набор этих символов обеспечивает начертание значка диаметра. А затем нужно набрать цифру 40. Enter. И мы можем поставить размер нашей диаметра окружности как линейный размер. Теперь мы посмотрим на примере детали, как же последовательно вычертить вот такую деталь. Здесь мы вспомним с вами и построение отрезков заданной длины, и построение наклонных отрезков заданной длины под каким-то углом. Это полярная система координат. И познакомимся еще с одним способом, который позволяет нам ускорить, упростить процесс выполнения чертежа. Выбираем команду «Отрезок». И нам нужно сначала построить отрезок длиной 200 мм. Выбираем произвольно точку, показываем с включенным режимом орта направление построения и задаем длину отрезка 200 мм. Enter. Вертикальный отрезок будет у нас величиной 85 мм. Показываем курсор вниз и задаем величину 85 мм. Горизонтального отрезка размера у нас нет, поэтому я проведу сейчас просто произвольной длины эту прямую. И оторвемся от построения. Затем нам нужно построить наклонную прямую длиной 85 мм под углом 140 градусов. Выбираем команду «Отрезок». Привязываемся к конечной точке. И говорим, что для того, чтобы построить отрезок заданной длины под каким-то заданным углом наклона, нам нужна полярная система координат. Для полярной системы координат используются символы «собака», которые обозначают относительно какой точки мы хотим построить наш отрезок. Затем мы задаем длину 85. Следующий символ – знак «меньше» и угол наклона. Мы считаем, что вот от этой нулевой нашей точки горизонтальная прямая – это нулевое значение. То есть вращение – режим орто-выключу для наглядности. Если мы поворачиваем отрезок против часовой стрелки, то значение угла задается со знаком «плюс». Если поворачиваем по часовой стрелке, то задается значение угла со знаком «минус». Нам нужно задать значение угла «минус 140 градусов». Значок градусов не обозначается. Enter. Вот у нас построилась прямая заданной длины под заданным углом наклона. Включаю режим орто и нарисую просто произвольный вертикальный отрезок. Если мы приблизим изображение, то мы увидим, что горизонтальная прямая не доходит до этой вертикальной прямой. Нужно отредактировать изображение. Мы знаем, есть команда в меню редактирования, команда «удлинить». Сначала показываем, до какого объекта нам нужно удлинить. Enter. А затем, что нам нужно удлинить. Мы удлинили отрезок. Теперь мы можем обрезать. Теперь режущая кромка будет горизонтальная прямая. Enter. И что нам нужно обрезать. Мы построили контур нашей детали. Теперь нам нужно показать отверстия, которые есть внутри этой детальки. Есть расстояние до центров наших окружностей. Мы когда говорили с вами о команде «Круг», говорили, что центр окружности можно или просто указать точкой на экране, или задать координаты этого центра. Вот сейчас мы и будем использовать координаты для указания центра. Все размеры начинаются у нас от правого нижнего угла контуры нашей детали. Значит, мы можем воспользоваться такой возможностью, как сервис, новая ПСК, начало. И переносим систему координат в правый нижний угол. Посмотрите, как изменилось начертание знака ПСК. Мировая система координат положение осей х и у показывала, и в точке пересечения был квадратик. Сейчас же, когда мы перенесли систему координат, оси х и у так и остались, но в точке пересечения этого квадратика нет. Это сделано специально для того, чтобы мы знали, в какой системе координат мы сейчас находимся. Выбираем команду «Круг» и знаем, что у нас от правого угла влево по оси х до центра окружности задан размер 30 мм, а по оси у до центра окружности 40 мм. И задаем координаты этого центра. Значит, начало отсчета у нас сейчас находится в этом правом нижнем углу контура детали. Задаем значение центра. Минус 30 координата по оси х, потому что влево откладываем этот размер, не совпадает с направлением оси х. Координаты от координаты отделяются запятой. Значит, ставим запятую. И координата по оси у 40 мм. Энтер. Дальше нас спрашивают. Радиус круга 10 мм. Построили окружность. Следующая команда «Круг». Здесь можно сосчитать расстояние по оси х до центра второй окружности. Минус 65,40. Энтер. И радиус окружности 10 мм. Чтобы у нас получилось шпоночное отверстие, мы должны соединить прямыми линиями нашей окружности. И командой «Обрезать», выбрав или прямые линии, или все изображение, энтер, убрать ненужные части окружности. Первое отверстие построили. Второе отверстие. Команда «Круг». Складываем размеры 65 и 65, то есть расстояние до центра второй окружности по оси х, будет минус 130,40 по оси у. И радиус окружности 30 мм. И последняя наша окружность находится на расстоянии минус 200 координата по оси х и 40 по оси у. Радиус окружности 20 мм. Вот так мы построили с вами контур нашей детали. Теперь проставить размеры. Вернем систему координат в первоначальное место. Сервис. Именованные ПСК. Мировая ПСК. Установить. Ок. Чтобы вернуть сетку на свое место, нужно сделать вид, зуммирование. Все. Проставим размеры. Все настройки для размерного стиля у нас сохраняются. Значит, мы выбираем размеры, линейный. Начнем с горизонтального отрезка. Начало первой выносной линии, начало второй выносной линии. Показываем, что размер должен быть над изображением детали на расстоянии 10 мм. Для наклонной линии у нас есть параллельный размер. Показываем начало первой выносной линии, начало второй выносной линии и устанавливаем этот размер. С правой стороны размеры поставлены как базовые. Размеры линейный. Сначала ставится маленький размер. От начала детальки до центра окружности. Поставили размер. Затем выбираем опцию базовой. И нас спрашивают начало второй выносной линии. Enter. В нижней части детали размеры проставлены в виде замкнутой цепи. Первый размер... Не замкнутой, а просто цепи. Первый размер линейный. Начало первой выносной линии и расстояние до центра. Расставляем этот размер. Затем выбираем опцию цепь. Показываем до центра шпоночного отверстия, до центра второе окружность отверстия и до центра следующее. Вот так быстро и удобно мы поставили размеры. Есть у нас еще размеры радиусов и диаметров. Размеры радиус. Нас спрашивают, выберите дугу или круг. Выбираем дугу и проставляем размер радиус 10 мм. Диаметры. Выбираем опцию диаметр, показываем окружность и проставляем размер диаметра окружности. И еще раз. Размеры, диаметр и для второй окружности проставляем размер диаметром 40 мм. Но чтобы это был законченный чертеж, нам нужно выполнить обводку чертежа. Контур детали должен быть выполнен толстыми линиями. Веса линий находятся вот в этом окошечке. Выбираем толщину линии 0,6-0,7 мм. Выбрали. Мы можем, здесь два варианта, или по контуру детали нашим весом обвести эту детальку. Но для того, чтобы толщина линии отражалась на экране, не забывайте, что должна быть включена кнопка вес в строке состояния. Это один способ. То есть мы выбираем команду отрезок и с помощью наших привязок мы обводим какую-нибудь линию или весь контур. Второй вариант. Мы можем выбрать нашу линию и выбрать нужную толщину линии. А есть еще и третий вариант. Копирование свойств. Вот она кнопочка. Нам говорят, выберите исходный объект в командной строке. Выбираем толстую линию. Появляется вот такая кисточка, в которой мы указываем, какие линии должны быть такие же по толщине. Выбираем все окружности. Свойства копируются не только вес линии, но и цвет линии, и тип линии. Для того, чтобы на чертеже чертеж выполнялся в соответствии с требованиями всех ГОСТов, нам нужно или обозначить, провести центровые линии, штрихпункт серные для окружности. Но сейчас мы просто посмотрим, как же проставляется маркер центра. Когда мы меняем вес линии, не забывайте, что нужно смотреть вот на этот размер веса линии. Потому что если мы что-то выполнили, какую-то обводку, а дальше хотим выполнить построение тонкими линиями, то следите за тем, чтобы переключить толщину наших линий. Размеры маркер центра. Нам говорят, выберите дугу или круг. Выбираем. И в серединочке появляется крестик. Еще раз. Маркер центра. Выбираем. Окружности. Проставляем маркера центра. И последний. Можно было изменить размер крестика на ту величину, которая нам нужна была бы. И вот в завершении выполнения чертежа мы говорили с вами уже о тексте. И для того, чтобы надписи были выполнены чертежным шрифтом, нужно выбрать формат текстовый стиль и выбрать имя шрифта и сакпиур. Можно или изменить угол наклона, чтобы с наклоном писался шрифт, или выбрать курсив. Показывается, как будут выполнены надписи. Применить и закрыть. Значит, вот эти цифры больше похожи на наш чертежный шрифт. Задание выполнено.